Итак, речь у нас сегодня пойдет о завышенной или неадекватной самооценке. В прошлом видео мы с вами говорили о том, что такое самооценка и какие критерии мы должны оценивать. Правда же? Потому что внешне у меня может быть по поводу внешности одна самооценка, по поводу своих интеллектуальных способностей другая самооценка и так далее и тому подобное. Какой критерий себя я сейчас оцениваю? То есть критерий. Первый момент. Далее мы с вами поняли, что самооценка пластична. Вчера она у меня была одна, сегодня она у меня совершенно другая, а вот послезавтра она у меня абсолютно третья. Правда же? Она может быть очень пластичной. И третий важный момент. Самооценка не имеет ровным счетом никакого отношения к реальной картине. Все. Вот эти три пункта важно помнить. Как раз сегодня речь идет о том, что человек неадекватно оценивает свои возможности, способности какие-то и так далее. Ну, например, сразу мне хочется вспомнить красоту. Почему-то мне сейчас хочется начать с красоты. Вот иногда смотришь на фотомодель и думаешь, ну, мартышка, ну, мартышка, вот никакущая совершенно объективно девочка рядовая, как вот, ну, просто рядовая. Но в ее взгляде, когда она позирует перед камерой, ты видишь в ее глазах, как будто бы она о себе думает, что, ну, как минимум, она Анжелина Джоли. Наверняка вы помните такое что-то, да? И вот она себя несет. И вот она так и ручку, и ножку положит. И просто влюблена таки в себя. Я очень хорошо помню, как я занималась в Федерации Шейпинга в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких лет. И там, этажом выше, проводился каждый год конкурс Мисс Санкт-Петербург. И мой тренер мне все время говорил, Вероника, ну, иди поучаствуй. Там просто нужно заполнить анкету и принести три фотографии. И все. И это была, в принципе, моя мечта. Мне всегда очень хотелось быть манекенщицей, моделью, мисс какой-то вселенной и так далее. И это была мечта. Но мне оказалось искренне, что, ну, нет, как-то, ну, у меня тут три прыща на попе, что мне надо чуть-чуть подсушиться, волоски отрастить и так далее, и тому подобное, да? И я в этом конкурсе так и не поучаствовала. И несмотря на то, что я потом смотрела на фотографии участниц или каких-то победительниц, и каждый раз не могла понять, ну, в ней же ничего особенного. Ну, почему? Она даже не побоялась туда прийти, да? Она не побоялась там поучаствовать и так далее. Вот таким вот образом мы можем, мы с вами наблюдать, как совершенно неадекватная оценка толкает девушку, допустим, заявить о себе, какая я замечательная. Но бог с ним. Как правило, вот в сфере красоты она получает-таки какой-то, может быть, и успех, да? Вдруг в какой-то момент может выиграть там Мисс Россию, к примеру. Хотя я уверена, что все эти многие конкурсы, да, там каким-то образом неспроста выигрываются. Так, ну хорошо, бог с ним, с этой красотой. Поговорим дальше. Значит, следующий момент, который хочется отметить. Самое неприятное во всей этой истории, что когда человек переоценивает свои какие-то возможности, он может повлечь за собой очень необратимую какую-то историю. Да, это может быть роковая ошибка. Роковая. Ну, например, мы с вами знаем политиков, зачастую это религиозные политики, которые искренне считают, что, ну вот он царь, владыка, что он промежуточный человечек между богом, да, божественный ставленник, и людом. И он просто вот, возомнив из себя нечто, начинает, значит, что-то такое делать, да? То есть он начинает превышать свои какие-то где-то полномочия. И исход может быть очень-очень-очень печальный, да, приводящий такого короля зачастую к революции и так далее. Вот такие могут быть последствия, что касается политиков, каких-то чиновников. Дальше, что мы с вами видим? Бизнесмены. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каких бизнесменов вы знаете, которые не рассчитали свои силы. То есть он где-то взял много в долг, к примеру, да, в банк под проценты, куда-то что-то вложил, в строительный бизнес какой-то, и очень жестоко прогорел. Также мы можем видеть, как выступающие люди, например, переоценивают свои силы и возможности, начинают во всей красе о себе заявлять, унижая других. К примеру, также великие бизнесмены или же какие-то бандиты, вот мне вспоминаются 90-е годы, 2000-е годы, когда их одного за другим сажали, когда они настолько чувствовали себя королями города просто, что теряли нюх, что называется, да, границы какие-то ли, попутали немножечко что-то и поплатились тем, что на 20 лет были посажены в тюрьму. Также это касается каких-то олигархов и так далее и тому подобное. Вот, пожалуйста, вам задание написать в комментариях, каких конкретно людей в политике или же в бизнесе вы знаете, которые не рассчитали свои силы, да, которые страдали в какой-то момент с завышенным самооценкой оценки своих способностей. Следующий момент очень хочется привести в пример спортсменов. Ну ты старый, ну иди. Кости твои уже старые, башка твоя уже отбита, как котлета, я имею в виду и боксеров, и бои без правил, и борцы какие-то. У тебя прекрасных 11 чистых побед, уйди с ринга красиво, но нет. Человек неадекватно оценивает свои возможности, не понимая, что он уже старый, что подросли молодые боксеры, резвые, лихие, и такие они его уродуют, и вот одно поражение идет за другим, и он уходит, и люди могут помнить уже его поражение, а не его победы. Правда же? Вот таким вот образом. Но он настолько попадает в ловушку тщеславия, да, и вот этих привычных заработков, ну не хочется ему идти на тренерскую должность, ну никак не хочется. И он из последнего цепляется за эти свои ринги, за эти свои. Или, например, экстремалы. Пополз он на этот Эверест, не рассчитал силы, прыгнул с какой-то не той горы, да, взял, например, лыжник какую-то не ту высоту и так далее. Он не рассчитал свои силы, он превысил какое-либо мнение о себе, он был абсолютно уверен, что у него это получится. Чем это закончилось? Это закончилась трагедией. Это смертельный случай, или же он лежит в памперсе и какается последующие 30 лет, мучает всех своих близких. Вот и все. Чем это может закончиться. Далее шоу-бизнес. Особенно российский шоу-бизнес. Мы с вами что можем наблюдать? Как какие-то детки чьи-то, или как-то, я не знаю, они туда проползли. И вот безголосые, совершенно безголосые люди. Ну вот он или она. Также можете написать в комментариях, кого вы знаете. Вот этим сиплым каким-то, ну никакущим голоском что-то там поют. Но при этом с таким видом, как будто бы она Марайя Кэрри. Или, значит, Витни Хьюстон, или кто-то еще. Вот из-за этого вот этот проклятый, прямо вот меня раздражает этот шоу-бизнес. Значит, что я хочу сказать. Сейчас крик души у меня будет, ребята. Я люблю программу «Голос». Смотрю я ее в Америке, американскую программу «Голос». То есть то, что вы смотрите в России, это американская программа. Она есть в Америке, и Россия ее купила. Раньше, когда я жила в России, я смотрела в России программу «Голос». И я все время не могла понять, куда деваются таланты, которых мы видим на программе «Голос». Объясните мне. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я не понимаю. Они поют где-то в барах, в пабах каких-то потом. Куда они все исчезают? Улетают на небо. Что с ними происходит? Почему один и тот же огонек мы смотрим вот этих пердунов, одних и тех же из года в год, которые уже глаза намозолили? Где свежая кровь молодая? Объясните. Я ничего не могу понять. Что происходит такое? А вот этот вопрос для меня абсолютно какой-то нет. То ли вот эти пердуны не пускают этих молодых, талантливых. Что происходит вообще? Прямо странно мне. Ладно, бог с ними, с этими пердунами. Дальше давайте посмотрим, что у нас еще с вами идет. Так, ну что, нарциссы, конечно же, да, которые пытаются превысить какие-то свои, значит, свою значимость, притопив все окружение вокруг себя, возвыситься над ними, повышая свою самооценку еще, еще и еще. Также пикаперы мне вспоминаются, которые поучатся, чуть-чуть поучатся, чуть-чуть чему-то такому там на своих курсиках, и выходит, вот он метр с кепкой, начинает как-то неадекватно себя вести. То есть он начинает клеить какого-то уровня женщину, которая не по синьке шапка, что называется, понимаете, да? И вот он таким выученным, нахрапистым поведением пытается ее так вот нагло, нарушив всякие границы, ее захватить. Все, это мы с вами описали, как оно выглядит. И наверняка в повседневной жизни вы с этим без конца сталкиваетесь и думаете, ну что ж такое-то, ну как же так? Ну человек вообще видит себя, да? Что в конце концов он себе позволяет и так далее. Давайте посмотрим, с чем может быть это связано, причина и механизм действия. Первый важный момент, сразу скажу, часто это бывает от обратного. То есть он думает, что он ничтожная такая вот какашечка, да, в основе. И вот идет такая полярность, что ну сейчас я вам всем докажу и себе в первую очередь, что это не так. То есть все идет ровным счетом от обратного, то есть ровным счетом все наоборот. Вот. Далее, на гребне волны человек настолько хватает аплодисменты, деньги, славу, всемогущество, что перестает ощущать реальность. Он уже ее не понимает. Ему действительно кажется, что оно все так и есть и так всегда и будет, да? Так всегда и будет. Видите, проехала машина, вот в это же время он постоянно проезжает и кому-то особым сигналом бибикает. Мне кажется, какая-то его здесь зазнобушка живет, он ей проезжает и говорит «Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, я тут живу, люблю тебя, моя любовь, моя лопес». Тут так много лопесов, поэтому я думаю, это какие-то лопесы. Так, не сбиваться. Значит, механизм действия, механизм действия, механизм действия. Что у нас еще может быть? Нарциссическая травма. Когда родитель внушал ребенку, что это у меня особенное. Вовочка, вот ты есть, запомни, есть ты, Вова, и есть другие дети. Все. И он пытается как бы воткнуть его в эту формочку, что ты мой господин, что ты мой император, что ты у меня такой вот весь из себя особенный, да? И тот вот несет это знамя, дабы родитель его любил. Вот такая нарциссическая травма. Следующий момент – неадекватное оценивание, вернее, неадекватное причинно-следственных связей. И вообще какая-то слабая, низкая чувствительность. Человек, в принципе, не слышит свои чувства, чувства другого человека, и он не ощущает этих границ, он их не понимает. Он неадекватно себя, в принципе, ведет, да? Далее один из симптомов ярко выраженных, да, или синдромов даже, психиатрии, когда человек заявляет о том, что он Наполеон, что он Петр Первый, Пернул Первый и так далее, и тому подобное, да? Ну, это уже такая, как бы, яркая патология. Вот таким вот образом. Все. Значит, эти моменты с вами проговорили, да? От каких вещей растут ноги. Дорогие мои любимые друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы знать, какое следующее видео вышло в эфир. Также в описании вы можете найти ссылку на мой Instagram. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Instagram, потому что там я выкладываю много интересных стори. И, конечно же, всех вас, мои дорогие, я жду на своей индивидуальной консультации по скайпу.